Всем привет! Вы попали на канал Чердак Чудака, а в этом видео мы познакомимся с пятью самыми большими пауками в мире. Хотелось бы начать с того, что пауки это членистоногие животные, видов которых насчитывается около 50 тысяч, ну плюс-минус тысяча. Каждый год находят новые неизученные виды. Мир пауков настолько огромен, что в нем можно встретить как смертельно ядовитых, так и безобидных милашек. Даже самый ярый арахнофоб умилится от такого. Пауки есть везде. В земле, на земле, на воде, на потолке и 100% у тебя в туалете. Они бывают самых разных размеров. Некоторые из них не превышают даже 4 мм. Но герои этого выпуска не из таких. Мы поговорим о пауках-гигантах. И первым из них будет чилийский розовый паук. Обитает этот паук от территории юго-запада США до Чили, включая самую засушливую пустыню Атакама на севере Чили. Этот вид пауков один из самых популярных по продаже в зоомагазинах. А все благодаря большому количеству экземпляров, экспортированных прямиком из Чили для зооторговли. Самки этого паука могут жить до 20 лет. Паук слабо токсичен, а значит при укусе вы точно не умрете. Но недельку пострадать от головной боли или тошноты можно. Этот лохматик может достигать около 18 сантиметров в размахе лап и будет самым маленьким в нашем списке. Четвертое место. Королевский паук-бабуин. Не бойтесь, это не он. Королевский птицеед или кравший, самый большой и один из самых ядовитых птицеедов Африки. Своё необычное название вид получил из-за схожести задних лап с руками бабуина. What? What the fuck? Ну и крупного размера. Паук роет довольно глубокие и сложные норы, а охотится по ночам. Характер паука нервный, а яд сильно токсичный. Хоть и на всех действует по-разному. Кто-то может страдать месяц от тошноты, мышечных спазмов и головокружения, а кто-то только от боли в укушенном месте. Ну согласитесь, не сильно приятно, когда под кожу залазит два двухсантиметровых хелицера. Длина тела паука-бабуина может достигать 11 сантиметров, а в размахе лап все 22. Но это не точно. Третье место. Лошадиный паук. Из-за своих размеров этот птицеед получил широкую известность и популярность среди киперов. Лосеадора прохибана, или как ее еще называют лошадиный паук, считается одним из самых крупных птицеедов в размахе лап. Этот птицеед может достигать до 25 сантиметров, а то и больше. Лосеадора прохибана обитает в тропических лесах, расположенных на востоке Бразилии. Днем паук находится в укрытии, дожидаясь наступления темноты, чтобы выйти на охоту. При встрече с врагом в первую очередь он почешет попу и бросит в лицо врагу свои раздражающие волоски. Если враг размером с паука и меньше, может атаковать. Однако человека такой паук не атакует. Если, конечно, сильно недоколупываться. Укус этого паука не представляет опасности для человека. Для ребенка или небольшого животного возможно. Но взрослый человек как-нибудь переживет. Быстро ввысь, паутина! Давай, давай! Итак, второе место. Птицеед Голиаф. Птицеед Голиаф, или Терафоза Блонда, это король пауков. Этот птицеед занимает второе место в списке крупнейших пауков планеты. И первое по весу, так как у них есть способность отращивать себе огромное брюхо и хелицеры до 4 сантиметров. Несмотря на свое название, птиц они обычно не едят. Но они достаточно велики, чтобы иметь возможность это сделать. А иногда и делают. Паук не подходит в качестве домашнего питомца для кипера-новичка, так как Голиаф обладает достаточно сильным ядом, которым способен убить млекопитающее размером с кошку. Для человека укус не представляет смертельной опасности, но крайне неприятен. Нейротоксин, входящий в его состав, вызывает сильную боль и судороги, которые могут продолжаться несколько дней. Ну и вдобавок раздражающие волоски, которые он не стесняется бросать в лицо, как только чувствует угрозу. Но более опытные арахнокиперы могут позволить себе такого друга. Итак, рекордный размер этого паука в размахе лап составляет 28 сантиметров. А первое место занимает гигантский паук-охотник. Гигантский паук-охотник родом из Азии, но также обитает в США и в Австралии. Паук обитает в пещерах, прячется под большими камнями или в корнях деревьев. Но в отличие от предыдущих пауков, этот по-настоящему стрёмный. И из-за своей странной привычки забираться в дома и машины, часто становится жертвой человека. Не лезь, б***ь, дебил, б***ь. Она тебя сожрёт. Палку, палку давай! Палку давай! Но вот человеческих жертв от его укуса зарегистрировано пока не было. Точнее, укусы были, но все оставались живы и здоровы. А что бы вы сделали, если бы увидели такого? Ну нахер! Отец! Ну ты видел? Видел? Паук слабо ядовит, но очень быстро бегает. Еще хорошо прыгает. Этого паука часто путают с тарантулом, но это не он. Тарантул более толстый и менее длинный. А еще тарантулы лохматые. У этого, конечно, тоже есть волоски, но не так много, как у тарантула. Итак, первое место занимает гигантский паук-охотник. Так как в размахе лап он может вырастать аж до 30 сантиметров. Это и есть самый большой паук на планете. Ну что, друзья, спасибо большое тем, кто досмотрел это видео до конца. Я вас всех люблю! А в следующем я вам расскажу о самых ядовитых и опасных пауках на Земле. А у меня на этом все. Пока-пока! Не подписан, подпишись, подписался... Зайб***ь! Субтитры сделал DimaTorzok